всем привет дорогие люди мы вас приветствуем из-за границы мы уехали на кемпинг в шотландию я уже вам много кампингов показывала этот называется rubber slow он очень необычный хотела вам показать в общем смотрите был такой дом ну загородный дом как бы особняк он сейчас есть там находятся квартиры его разделили на квартиры и на землях на территории на окрах этого дома был world garden вот на месте этого world garden сделали кемпинг сейчас вам покажу кемпинг необычный в общем world garden это сад по сути ну где растут какие-то растения часто там находится огород и он окружен стенами потому что климат здесь такое что очень много ветров и в общем чтобы растение не беспокоить то возводится вокруг кирпичные стены вот но этот сад и двордианской эпохи то есть начало 20 века после викторианской эпохи и двордианская с 1901 года но считается потом он естественно пришел в какое-то разрушение потому что никто за ним не ухаживал вот нынешние владельцы его восстановили но на месте грядок сделали места для палаток вот это наша палатка под двумя яблонями классно да яблоки уже падают вот здесь по идее будет еще одна палатка здесь наверное еще одна палатка ну может быть кто-то приедет сегодня вечером потому что сегодня пятница пройдем вот сюда много палаток попытаемся никого не беспокоить нас сюда пригласили составить компанию то здесь всякие наши знакомые мы с радостью согласились потому что они с детьми и мы с детьми что еще детям нужно ну что я хочу сказать что в этом кемпинге я первый раз такое вижу все сделано супер пупер для удобства людей везде стоят фонарики чтоб ночью никто не сбился с дороги потому что нет никакого освещения минус что палатки чуть-чуть близковато друг другу но между палатками в основном насажены какие-то кустики вот смотрите классно это то что было во времена этого world garden здесь за живым забором тоже места для палаток здесь газон с прудом пруд очень безопасный там внутри натянута сетка то есть ее не видно но видно чуть-чуть но не видно ну как бы туда не упадешь вот она видно здесь есть старый глаз house или старая оранжерея к сожалению по моему там сейчас закрыта а нет открыта но в общем как бы что-то там мне подсказывает что там был виноград но сейчас не знаю что вот красота красота смотрите это лук шнит и здесь висит объявление сейчас мы возьмем себе на яичницу несколько штук что все что растет можете рвать только оставьте небольшое пожертвование поэтому здесь есть все и малина и яблоки какие-то травы и вот такое вот очень необычно это находится на scottish borders как называют здесь шотландские шотландская граница то есть прям через границу переезжаешь и попадаешь сюда вокруг леса ночью ухают совы какие-то олени кричат в общем полная дикость а здесь сейчас еще вам покажу как все супер удобно сделано там где всякие вот эти общественные пространства так что в общем если кто-то живет ну на севере англии то здесь классно очень рекомендую особенно если вы с детьми есть семейный ориентированный кемпинг то есть музыку нельзя включать много детей запрещено бронировать большими компаниями то есть это значит что сейчас мы с другой так продолжение следует очень вкусно пахнет везде цветочки смотрите как здесь все удобно значит написано тишина после десяти здесь баки чтобы ресайклант делать а здесь смотрите я первый раз такой на кемпинге вижу кухня вуаля похоже на какой-то турбазу даже больше чайник здесь можно включить свои переносные холодильники если у вас есть тостер важная вещь жизни англичан потому что они на завтрак едят тосты микроволновка плитка есть есть холодильник если вы хотите что-то похоронить тоже стиралка но раковина и даже вот это мне очень понравилось будь ваш то есть если погода грязная в грязных ботинках чтоб ничего не пачкать моете тут классно да учитывая что он небольшой этот кампинг я тут не видела никаких толп и очередей так здесь ресепшн у нас и вот пожалуйста написано пожалуйста если вы хотите что-то съесть можете брать из сада у нас тут есть маленькие морковки какой-то чеснок лук картошка все что найдете оставьте в коробочку пожертвования здесь находится дрова это же висит объявление если вам нужны дрова берите возьмите вот сумку утром заплатите за нее на ресепшн ну то есть дрова нужно обычно вечером здесь можно спросить ключ от всяких игр ну там всякие крикеты мячики какие то здесь зарядка телефонов ну и всякие рекламы что можно сделать вокруг смотрите какие предложения какой-то мне тут очень нравилось пожалуйста вот это как так badger view in height в общем если вы хотите посмотреть барсуков максимум три человека позвоните рону и он вас возьмет ночью в какое-то место и вы будете сидеть тихонечко и ждать когда выйдут барсуки вот или прогулка с альпаками рыбалка на форель ну там совы всякие карта ближайшей деревни меню ближайшего паба и вот такой классно и здесь даже есть небольшая типа столовая и очаг ну наверное для холодных дней можно здесь сидеть и души туалет и правила классно а где дети а где дети так дорогие люди несколько человек меня просили расскажите про вашу палатку поэтому я сейчас вам расскажу про палатку если вы вообще не походника вам это не интересно можете смело пролистывать на что-нибудь дорогое значит смотрите вот у нас такая палатка она называется калиман ферпа модель middlewood 4l то есть это на четырех человек но как бы на четырех толстых вроде того она побольше у нее побольше просто на самом деле вот это living room как здесь называют гостиная то вот там сзади спальня видите где фонарик нарисован здесь середине гостиная и вот это просто крыша я честно говоря не специалист по палаткам чтобы вот на что обращать внимание когда показываешь палатку значит обращаем внимание что здесь есть очень удобная крыша по которой можно сидеть если дождь и здесь теоретически можно докупить еще одну часть и сюда пристегнуть вот так вот она будет идти я так понимаю как вот эти вот веревки которые ее держат правильно правильно у нас есть стол на котором мы готовим и вообще происходит вся наша жизнь есть еще журнальный столик журналов у нас нет у нас есть столик его называют по-английски coffee table то есть если ты сидишь и пьешь кофе тебе нужно что-нибудь куда-нибудь поставить значит в палатке у нас есть москитная сетка очень удобно хотя москитов в англии нет здесь миджис добывают шотландии вот это все отстегивается что получилось окно да соответственно здесь тоже все отстегивается можно сделать окно и внизу можно сделать проветривание здесь вторая дверь если очень хочется то есть можно тоже отстегнуть и будет просто москитная сетка можно отстегнуть и будет просто выход на улицу вот и здесь тоже можно сделать окно короче стик как не стеклянная прозрачная здесь тоже можно сделать прозрачную стену и проветривание очень удобно показать как вот я говорю марчин сделай мне пожалуйста тур по палатке он сказал нет сама теперь покажи как ну как вот так отстегивается и получается окно и здесь тоже самое ты если вы например в палатке сидите а там какой-нибудь бродит красивый зверь вы так себе отстегнули прикинулись ветошью и какие-нибудь бревном и сидите смотрите на него вот эта пленка да это не улица вот но можно сделать улицу с одной стороны дальше значит очень важно в палатке что было много всяких кармашков чтобы хранить вещи потому что это наша вторая палатка в первый не было ничего извините это муж в первый не было ничего и как бы вещи куда девать здесь и так все как цыганском таборе да но лежит на полу а всякие мелочи зубные щетки фонарики там то вообще вот вот это важная вещь здесь есть такой крючочек чтобы повесить фонарик если вы сидите здесь поздно вечером значит вот эта спальня вот она отдельно да тут навесная такая открывается и здесь тоже да здесь тоже два слоя смотрите черный то есть вы можете там спать даже днем закрыться и там полная кромешная тьма а можете открыть себе окошко то есть это называется blackout bedroom конечно от звуков она не защищает тем более что там тоже есть но окно как бы проветривание то вот но от света прямо супер если вы хотите поспать то все отлично здесь мы спим на надувных матрасах чтобы нам не было холодно потому что кто-то переживал в комментариях и говорил как вы там ездите это очень вредно когда холодно мне холодно мы спим на надувных матрасах еще под матрасами кладем коврики ну в общем короче не холодно спальных мешках и некоторые даже собой у нас берут подушки из дома чтобы был комфорт поскольку мы на машине можем увести все что хотим подушку то уж точно так и что еще у нас еще у нас есть здесь карпет вот это такое покрытие по типу коврика который на пикник делают то есть с этой стороны она флисовая а с той стороны она не промокаемая не пропускает влагу еще там ну как бы там ни один слой он такой толстенькая не знаю что там губка какая-нибудь это не обязательно можно и без этого но с ним очень уютно и тоже если прохладно то она создает уют вот в общем вот такие дела что нам не хватает в этой палатке это есть такие походные шкафчики такие складные они складываются плоско так же как вот эти походные столы да они складываются и просто там становится вообще очень мало места занимает есть еще походные шкафчики с полками если вы приехали и надолго то можете там расставить все свои там ну посуду крупу там все что у вас есть чтобы у вас как бы это не было вот так вот с одной стороны нам это хочется с другой стороны это дополнительное место занимает машине когда ездишь а у нас всегда все и так под крышу загружена поэтому нас вот вот так вот и еда вместе посуда что у нас еще здрасте здрасте вот и куча всегда всяких котомок и авосик вот вот это очень удобная вещь если вы ездите с детьми называется походный горшок если например вы не хотите куда-то идти ночью в туалет легким движением руки это превращается в горшок туда можно обычный такой пакет ну для мусора для маленький там например 25 литров или сколько там ну короче сколько хотите вот и это очень удобно если у вас дети вот по моему все для взрослых если совсем все плохо тоже есть специальные приспособления суп надо есть суп так это было пауза извините мать пришла с супом потому что поход по ходам а суп дети должны съесть куриный поставим суп и покормим их если кому-то интересно тоже как мы тут откуда мы берем этот суп мы берем из дома я варю бульон отдельно замораживаю его отдельно варю овощи и у нас есть холодильник переносной но все потом привозим и соединяем так и последний вопрос наверное важный про палатки сколько стоит наша палатка вот я вам честно скажу мы уже какой второй сезон я забыла сколько она точно стоит прям прям точно но цена была такая что-то около 500 фунтов мы купили ее с какой-то скидкой по какой-то акции вроде того что например там акция была и она стоила 420 еще у нас была скидка у марчина потому что он работник здравоохранения им тоже полагаются скидки почему-то на многие товары почему то в частности на товары для кампинга наверное хотят чтобы работники здравоохранения но это не только им еще пожарным по моему полицейским и учителям в общем хотят чтобы они отдыхали на природе вот и эта скидка была может быть 10 или 15 процентов вот поэтому в общем вот такие дела это хорошая очень палатка можно сказать инвестиция потому что если вы часто ездите на кемпинге такие именно не где вы идете в поход а там где вы вот приехали у вас база и вы там встали с палаткой то она очень комфортная потому что вначале у нас была другая палатка очень простая такая прям очень базовая ну наверное на хорошую погоду она была нормальная но наш кампинг выпал на холод и дождь и мы в ней очень страдали их заболели поэтому вот в общем мы решились на то что нам нужно инвестировать хорошую палатку да это нам очень помогает отдыхать с удовольствием вот такие дела